я снимаю кладбище кто здесь всем привет друзья с вами канал искатель могил то сейчас происходит мне рассказал один человек то что за городом в даче внутри которых расположена самое настоящее кладбище естественно я ему не поверил он рассказал то что то люди прям около могил может сказать устанавливают заборы сажать там картошку огурцы их это ни капли не смущает и все чувствуете нормально мягко сказать я был в шоке и сейчас конечно ночью я решил отправиться туда чтобы собственноручно увидеть так ли это но заодно конечно же я взял свою палатку но я думаю что она не понадобится если вдруг действительно дома кажется это самое кладбище по пожалуй я попробую провести там ночью а несколько часов ехать принципе не так уж далеко но я не знаю поворотов самом деле очень много там дальше по до этого проехал один поворот вот сейчас еще один вот этот даже не знаю где завернуть может быть здесь здесь как-то заезжена дорога все-таки как-то больше похоже на то что этот центр почему бы если она там действительно есть оно должно там быть расположено значит судя по логике вещей она реально старая и там когда-то было ли какое-то поселение рядом какая-то может быть деревня поселок и не знаю деревня вымерла и и не стала кладбище стало практически заброшенным от города стали выдавать дачные участки рядом знаете только что покружив в одном месте другом просто стал делать вот так вот разворот в дачном проулке и это реально правда смотрите там стоят памятники кресты это клавиши реально существует причем выключу свет чтобы не освечить еще раз причем знаете что меня больше шокирует больше всего что действительно участки находится непосредственной близости прям около него забор заканчивается практически там чуть ли не возле оградок здесь какой-то второй стоит такой домик культурно обшитый всадингом до последнего момента я думаю что это неправда как я надеялся что это неправда и мне не придется сюда идти с палаткой раз уж я уже дал обещание то блин я хрен его знаю вот там находится дальше город я вижу то что он там сейчас кто-то находится возможно даже кто-то живет зимой вот сюда видно что топится буржуйка окно да я сейчас проезжал я видел что там стояла машина блин честно сейчас что-то как-то подбариваюсь реально как мне не хочется этого делать если бы только знаем просто себе не представляете блин сейчас вот когда сигнализация еще раз так сделал сигнализации когда моргнула и прям бы облик по всем по всем памятникам короче ладно я думаю что так чисто пройдусь тут еще идут какие-то следы сразу не кожу взглядом могу кое-что такое отметить на то что прям туда ведут следы несколько видны следы видно что по форме они разные но одна форма следов ведет туда ведет назад другая который поменьше идет идет только туда такое ощущение знаете как будто кто-то туда сейчас вот прошел ну или когда я не знаю и назад не вышел блин только не фонарь а только не сейчас пожалуйста очень хочется осматривать подробно освещать подобное все памятники у меня уже есть видео где я начал на кладбище еще прошлом году я его снимал тогда еще помню что очень очень страшно не думаю что снова вернусь вот так вот и проведу ночь вообще не планировал больше делать некие еду с кладбищами но раз так уж получилось блин е-мое здесь вот просто обрат какие-то следы блин е-мое здесь даже кто-то место уже себе занял просто не понимаю откуда откуда она могла здесь появиться мне ну понятно что блин понятно что естественно не просто так вот раз и решили тут выбрать место а верятнее всего е-мое 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 я в шоке вот это вот эти вот ветки растут прям прям из могилы представляете себе тут растет что я вам снимаю это просто жесть у меня самого сейчас просто наверное реально заикание начнется у меня несколько подал ветер А это что, гроб, смотри, что это водится там? Твою ж мать, а! Я подумал, что там валяется? Чей-то гроб, нахрен. Это всего лишь и навсего. Просто старое металлическое надгробие. Так вот кто-то выкинул его во враг. Что такое, что было? Сразу скажу, что я не утверждаю, но это звук металла. Обычно, когда металлические петли трутся друг от друга. В этом моменте, как будто открывается чья-то дверь на оградке. Могила расположена, что-то не уже на самом-самом склоне. Что? Ну что, ребята, Колиш обещал, буду устанавливать палатку, там, блин, еще найти место. Следы чьи-то. А, мои. Мои предположения того, что это кто-то в одну сторону прошел, на самом деле, слава богу, не подтвердились. Ну, понимаете, как будто это был, не знаю, какой-то покойник, а это просто-напросто кто-то вот так вот прошел сквозь кладбище, они все вот так вот вниз. Дальше следы. Такая вот стежка, она пошла-пошла туда вниз дальше. Что, вокруг, я пока выключил фонарь, вокруг действительно расположены кругом практически дачные участки, стоят домики, растут деревья, удесет, расположено само кладбище. Ну что, ребята, буду разбивать палатку где-то здесь. Ты что это, нахрен? Блин, неужели сего аккумулятора, да? Блин, почему, когда я приехал в это место, у меня какие-то, какие-то технические проблемы, неполадки? Так, ладно, вроде бы поменял. Ну что, теперь самый главный, наверное, нюанс это установить здесь вот палатку. Ладно, кладбище находится там. Так что, ладно, ребят, вроде бы вот так вот поставил сейчас палатку. Не знаю, сколько я проведу здесь часов, всю ночь я явно не вывезу, потому что, во-первых, мороз. Даже если бы не было мороза, была бы летняя погода. Здесь просто нереальная атмосфера. Хоть и говорят, что кладбище это святое место, священное место, но ночью себе это в голову никак не вдолбишь. Так, ладно, вроде бы вот так вот здесь установил. Установил камеру, у нас все будет держаться. Мороз реально начинает крепчать. Хотел рассказать вам такую одну метафору. Я не знаю, насколько она правда, правдива, но, честно сказать, слабо в нее, конечно же, верится. Может такое быть, что якобы ночью на кладбище могут быть слышны какие-то крики или же стоны. Типа это объясняется тем, что якобы трои души умершие. Сомнений, shoot. Сомнений, shoot. Сомнений. Сомнений, встреч. Сомнений, experience. Сомнений, встреч. Сомнений, Wiя, кай enabled. Только я сказал слово души, прямо сразу же зашевелилась вот так вот палатка радная. Будем считать, что это просто обычное совпадение, как всегда. Слышны крики и стоны, это говорит о том, что некоторые души не могут найти покоя до сих пор, грешные души и из-за этого слышны такие крики. Не знаю, ребят, я в это, если честно, не верю, но находясь сейчас вот здесь, в таком месте, честно, если что-то такое малейшее я услышу, то я наверно в это поверю точно. Я вам давно рассказывал то, что старых-старых могил их нигде нету, то есть до революционных, всяких захоронений, кладбищ, их вообще не сыскать. Представьте, даже вы просто сами были на кладбищах своих каких-то, ни разу же не видели, не встречали то, что была какая-то могила, что было написано там, захоронен в 1738 году или же там, хотя бы там, в 1870. Такого ни разу не встречалось, потому что этих кладбищ просто-напросто, наверное, не существует. Все они, все кости, я когда-то говорил уже на стримах, все это находится под нами, под землей. Тогда я прочитал про Москву, типа Москва считается самым старинным городом, и что она вся стоит на костях. Где-то лет десять назад в районе Китай-города что-то строили, начали копать и, значит, выкопали какой-то... Натнулись на три подобия каменных гроба, и в этом гробу, значит, лежали скелеты, и в каждом гробу была сделана специальная труба под вентиляцию. Это говорит о том, что люди, которые там были похоронены, они были погреблены заживо. Музыка 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 А когда сюда приехал, как-то не так было еще холодно. Музыка 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 практически не зажечь. Сейчас спички сухие. Сижу тут наверное уже где-то минут 40 точно, ничего не происходит. Единственное, что это в каких-то фраз, когда я рассказывал страшные истории, это вот так вот шевелилась палатка, но это всего лишь влияние ветра, и я думаю, что никакой здесь мистики нету. Может что-то снимет камеры, которые находятся на улице. Еще такое слышал, тоже в районе Москвы, значит, откопали какой-то гроб длинный, и в этом гробу находились только одни черепа, где-то около двух десятков просто черепов. Это говорит опять же о том, что значит туда ложили отрубленные головы. Реально, что раньше творилось, просто даже жутко представить. Такая есть еще история в каком-то городе, значит, что-то копали и нашли склеп, в котором находился скелет девушки. Примерно там они определили где-то около 300 лет, что ли. И представьте себе, у нее сохранились волосы и коса. То есть на черепе до сих пор через спустя 300 лет сохранилась коса. Причем, значит, было сказано, что была в таком хорошем еще виде. А когда археологи попытались как-то там кисточками очистить, посмотреть получше, то она просто-напросто рассыпалась в прах. Вообще, конечно, жутко, ребят, это все. Сейчас вам рассказывать, находясь здесь. Настала какая-то странная тишина. Ветер чуть-чуть пошатывает палатку. Как успели заметить, могилы даже здесь расположены уже практически уже под скосом. Или же от времени земля осыпается, и они уже начинают сами сползать вниз. Или же действительно так раньше охранили под скосом. Я не представляю. Что это нахрен? Не представляю. Что это нахрен? Не представляю. Что это нахрен? 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 Яое из себя bull. Проехали. Все. Хух! Кто здесь? Кто здесь? Блин, сука! Такое ощущение, как будто кто-то дышал сейчас или хрипел около палатки. Блин, может быть так просто ветер подул и как-то, не знаю, деревья, может быть как-то ветки так пошевелили и издался такой звук. Твою мать, а! Хорош, нахрен! С меня хватит, блин! Я не знаю, наверное это... Блин, сейчас посмотрю на какую-то фотографию на грубом плите. Там была какая-то женщина. Блин, это же не по себе стало, реально. Прочее хрен узнать, ребят. А, наверное, это было последнее видео, где я снимаю кладбище. Больше, чтобы я еще был в таких местах. Одному точно нет. В самом конце я обнаружил случайно на монтаже вот это свечение, которое появляется, а затем гаснет. Внимательно посмотрите повтор еще раз. Одному точно нет. Одному точно нет. Внимательно изучив это свечение стало понятно, что это всего лишь блик света от моего фонаря. Он просто отражается в памятнике, который стоит неподалеку. Если присмотреться получше, он отражается, когда я прихожу рядом и движется вместе со мной. Вот тоже. Что такое, блин. Такое ощущение, как будто, не знаю, кто-то не хочет, чтобы я отсюда, и не оказался. уезжал как никуда не поеду но всегда что-то приключиться для то короче я не знаю действительно это кладбище было она есть точнее действительно она реально вы сами все видели честно сказать блин просто пересрался каждый раз у меня я снимал год назад уже подобный формат видео где я проводил ночь на кладбище также снимал когда я искал могилу ведьмы каждый раз когда прибываешь в таком месте просто страшно до ужаса здесь вы оцените это видео лайком всем пока до новых встреч посмотрите мои предыдущие выпуски кто еще возможно не видел но это хоть для вас снимать новый страшный контент а дальше